В семье Марченко трое детей. Анна сейчас в декрете. В совхозе Корсаковский работает и ее супруг. Вот уже пять месяцев они сводят концы с концами. Денег на руках просто нет. Маленький ребенок, во-первых, ему питание нужно. Да и эти постоянно. Им уже не объяснил, что денег нет. Мы пошли и попросили 20 тысяч нам надо было, чтобы кредит сегодня последний день заплатить. Директор нам 5 тысяч дал и все. Потому что уже не знаю, у кого занимают денег. Те же кредиты, засвет, я не знаю. С января месяца засвет не платим. Сотрудники предприятия в основном жители Чапаева. Всего 178 человек. Село небольшое и другой работы здесь не найти. У меня муж работает, да. Он уже давно работает. Он как с армией пришел, как в совхозе, в совхозе. Хороший человек, ну как, работает. Увольняется просто. Куда идти? На строй идти? Вообще не знаю. В двери на замок его нет, его не выловишь. У них постоянно. Когда зарплата? Понедельник, вторник. У него уже, извините, его прозвали уже в деревне. Понедельник, вторник. А бухгалтера пятница. Я говорю, их на необитаемый остров отправить будет. Робинзон, Крузе. Две недели я хожу с ребенком на руках, говорю, у меня каши нету дома. Нету каши. Он завтра подойдете. Мы уже две недели. Вчера муж пошел, опять нету денег. Дали аванс по пять тысяч. Вот выдавали по месяцам по пять тысяч на празднике. На Пасху дали яйцами вообще. И то горжу осталось по десятку яиц. Контора лотками хапала, а мы по десять штук. И то мы не стали даже их брать. Ну что, я яйцами буду ребенка кормить? Руководство предприятия от камер не скрывается. Проводит экскурсию по ферме. Петр Фуфалько у руля девятый месяц. По его словам, совхоз, когда он пришел в Эмирал. И это видно по старым загонам. Сейчас здесь пытаются все заново оборудовать. Скоро из старого здания переведут коров. Есть такой способ спихивать на предшественников, что все плохое, что было сделано, это сделано предшественниками. Да, в какой-то мере и это тоже правда, потому что чехарда с руководителями, который был на предприятии за два года, шесть руководителей, это ни о чем добром не говорит. И это не дает предприятию возможности нормально дышать, не обратиться ни за кредитами. Любые наши обращения остаются без рассмотрения, без внимания. Руководство за помощью обратилось в правительство области. По словам администрации совхоза, вопрос зарплаты там пообещали решить на следующей неделе.